25 самарских ракет будет запущено за 4 года с французского космодрома в Куру во французской гвиане компании Ариан Спейс. Руководитель французской фирмы сообщил, что в 2015 году было подписано 13 контрактов на обслуживание запусков, охватывающих все семейство носителей, которые использует компания тяжелой ракеты Ариан-5, Союз среднего класса и легкие Вега. С 2011 года с космодрома в Куру успешно стартовало 12 ракет Союз. Последний на данный момент запуск был осуществлен в минувшую пятницу 11 сентября. Ракета доставила на орбиту два спутника для Европейской глобальной навигационной системы «Галилео». Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию при областной думе поддержал законопроект о предоставлении из областного бюджета денежных выплат индивидуальным предпринимателям и руководителям фермерских хозяйств в возрасте не старше 30 лет. Молодые специалисты с высшим образованием получают ежемесячно 11 тысяч рублей, а со средним ежемесячно по 6 тысяч рублей. Законом также предусмотрено, что каждому выпускнику, имеющему образование в сфере сельского хозяйства, гарантирована единовременная выплата в размере от 34,5 до 69 тысяч рублей. Армения может разрешить россиянам посещать страну только при наличии российского паспорта. Премьер-министр Армении получил в миграционной службе страны провести соответствующие переговоры с российской стороной. По информации правительства, лишь 10% россиян имеют загранпаспорта. Армения же может разрешить россиянам въезд по внутренним документам в рамках членства в Евразийском экономическом союзе. Предполагается, что нововведение позволит существенно увеличить число посещающих Армению российских туристов. Российский фондовый рынок открылся в плюсе. Индекс ММВБ вырос до отметки 1723 пункта. В лидерах роста группа Пик, Мечел, Русал, Ростелеком, Новотек и Транснефть. Хуже рынка выглядят префы Башнефти, обычка Полиметалл, привилегированные акции Ростелекома, бумаги Россетей и Северстали. К открытию торгов в России сложился смешанный внешний фон. В ожидании заседания ФРС США, рынки Европы и Америки провели день на положительной территории. Индексы Азиатско-Тихоокенского региона растут. Курс доллара на 17 сентября 65 рублей 92 копейки. Курс евро 74 рубля 24 копейки. Золото стоит 2352 рубля за грамм. Серебро стоит 30 рублей 76 копеек за грамм. Цена нефти марки Brent 48 долларов 46 центов за баррель. А теперь время новостей спорта с Сергеем Кизоркиным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова